А сегодня, друзья, пришло время поработать над окислительным мышечным волокном, над гипертрофией мышечного волокна окислительного за счет гиперплазии миофибрил. И сегодняшняя тренировка на спину, на широчайшие мышцы и на трицепсы. Погнали! Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. На прошлой неделе мы с вами потренировали по науке гликолитические мышечные волокна. Кто не видел, обязательно посмотрите. Но давайте коротко напомним, что мы с вами делали и как разбивали по мышечным группам по дням. Это тоже очень важно, как компоновать свои тренировки. Мы с вами видели ролики на дельты и... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня мы начинаем тренировать окислительные мышечные волокна. Для меня это самая лучшая тренировка в бодибилдерском стиле. Я не понимаю, когда люди говорят, что статодинамика, что тренинг на окислительные мышечные волокна не работает. Это, друзья, чушь. Это говорит только о том, что люди не умеют грамотно тренироваться именно в билдерском стиле. Для меня это самый тяжелый вид тренинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для меня это ментальная концентрация, для меня это ментальная концентрация полная сумасшедший памп, преодоление себя, именно ощущение жжения в работающей мышце. В каждой мышечной группе, которую бы вы не прокачивали. Если вы не чувствуете этого, значит, вы что-то делаете неправильно. В чем отличие тренинга на гипертрофию окислительных мышечных волокон за счет гиперплазии миофибрил от гликолитического? Во-первых, отличие в амплитуде движения. Если в гликолитических волокнах, когда мы работаем, мы используем полную амплитуду, то в окислительном тренинге нам крайне необходимо обязательно использовать укороченную амплитуду. И желательно работать в самом ее тяжелом участке. Для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы. Все равно кровь будет приходить и уходить. Но благодаря такому тренингу закисление будет происходить гораздо быстрее. Еще один научный подтвержденный факт. Окислительные мышечные волокна способны к гипертрофии ровно настолько же, на такой же процент, как и гликолитические. И когда вам говорят, что можно не тренировать окислительные мышечные волокна, это полная глупость. Во-первых, вы будете выглядеть меньше. Во-вторых, что самое главное, я считаю, в тренинге для любого, и для натурала, и для использующего фармакологию. Это периодизация. Естественно, друзья, к такому тренингу нужно переходить уже после того, как вы освоили технику. Но что самое главное, когда достигли определенных силовых показателей. И парни, и девушки, вы знаете, что вышли в свет две мои книги, отдельно для парней, отдельно для девчонок, где есть пошагово, практически на два года расписано все. Как что делать, силовые тесты, каких силовых показателей нужно достичь для того, чтобы переходить со ступени на ступень. Кто не хочет, кто экономит покупать эти книги, может зайти на мой сайт hmgym.ru и совершенно бесплатно ознакомиться со статьями, ступеней. В книге просто собрано очень много интересной информации. Вся она собрана в одном месте. Ну что же, давайте перейдем к тренингу. Как всегда, делаем общую разминку, затем делаем экстензии для спины и приступаем к работе над окислительным мышечным волокном. Первое упражнение – горизонтальная тяга сидя. Мне очень нравится это упражнение. Это, наверное, одно из самых лучших упражнений, в котором я чувствую работу широчайших мышц. Очень четко и хорошо ее ощущаю. Поэтому я стараюсь часто делать это упражнение. И сегодняшнюю тренировку начну тоже с него. Напоминаю, что работа над окислительным мышечным волокном, над его гипертрофией, происходит следующим образом. Мы с вами тренируемся сериями. Серия состоит из трех подходиков. Где мы 30 секунд находимся под нагрузкой, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд находимся под нагрузкой, 30 секунд отдыхаем. И в очередной раз 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Это серия из трех подходов. Мы должны достигать сжения в работающей мышце практически в каждом из трех подходов. Но самое важное и очень важное, зайти за грань сжения именно в последнем третьем подходе серии. Вы уже где-то на 20 секунде должны чувствовать острое сжение. И последние 10 секунд бороться с этим сжением. На 30-35 секунде иногда должен наступить отказ именно из-за того, что вы больше не можете терпеть этого сжения. Вот это настоящая работа над окислительным мышечным волокном. Закончили с горизонтальной тягой. И идем делать разгибания в кроссовере. Это тоже одно из моих любимых упражнений на трицепс. Кто смотрит мои видеоролики, как я тренируюсь, видит, что я очень часто практически в каждую тренировку на трицепс включаю именно это упражнение. А часто делаю только его, как и сегодня. Я сделаю 5 серий для широчайших и 5 серий для трицепса. Широчайшие я буду чередовать горизонтальную и вертикальную тягу. А трицепс все 5 серий поработаю именно в разгибании в кроссовере. Попробуйте и вы, но только если вы уже не новичок. Если вы уже хотя бы полгодика практикуете статодинамику, работаю над окислительным мышечным волокном. Для всех тех, кто только будет знакомиться с подобным типом тренинга, я рекомендую останавливаться на трех сериях. Для каждой из мышечных групп. Ну что, поработали также в укороченной амплитуде, в самом ее тяжелом участке на трицепс. И переходим к вертикальным тягам. Делаем те же самые три подходика. То есть, одну серию. 30 секунд находимся под нагрузкой, 30 секунд отдыхаем. И так три раза. Делаем медленное выполнение движения и вверх и вниз. В каждом упражнении, друзья, напоминаю, мы должны замедлять и позитивную, и негативную фазу движения. Работая при этом в ограниченном участке амплитуды. Таким образом, поработав, я делаю 5 серий, как я уже говорил. Друзья, вам же рекомендую остановиться на трех. Обязательно делаем заминочку в конце, растяжечку и гиперэкстензии. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам нравятся подобные тренировки. Для меня работа над окислительным мышечным волокном является самым тяжелым и самым любимым трудом. Потому что я считаю, что это именно тот культуристический, бодибилдерский вид тренинга, который раздувает невероятно наши мышцы, наполняет кровью. Мы закисляемся, мы чувствуем невероятный памп. И наши мышцы приобретают хороший объем. Тот, кто тренируется только линейно, тренируя гликолитические мышечные волокна, сам себя обкрадывает. В принципе, он никогда не будет иметь 3D-форму мышц. По той простой причине, что наукой давно доказано, что окислительное мышечное волокно увеличивается в размерах, гипертрофируется точно так же, как и гликолитическое. Представляете, насколько вы себя обкрадываете? Плюс, не забываем, что периодизация необходима для всех систем нашего организма. Для центральной, для эндокринной. Необходима она и для суставов, и для сухожилий, для мышц, для психики просто, для ментального состояния, для хорошего состояния здоровья и самочувствия. И спать вы будете лучше, когда будете тренироваться циклически. Именно поэтому, друзья, я делюсь с вами этой информацией не просто, как и какие методы существуют, а как тренируюсь именно я. Вы всегда меня об этом просите. Тренируюсь я исключительно по принципу периодизации. Использую практически все известные мне методы тренинга. Здоровые, естественно, методы. Единственное, я делаю тренинг над окислительным мышечным волокном неделя через неделю. Все остальные методы, естественно, периодизируются циклически. Что рекомендую делать и всем вам. Спасибо, друзья, что смотрите. В комментариях обязательно отпишитесь после того, как опробуете эту и другие мои тренировки. И делитесь данным роликом и другим в своих соцсетях. Это лучшая благодарность от вас, канал. И поверьте мне, тренируясь подобным образом, вы разгружаете свою психику. Вы разгружаете свою центральную нервную систему. Вы прогрессируете и уберегаете себя от травм. И что самое главное по науке, вы даете своим миофеврилам целиком и полностью сформироваться, вырасти, окрепнуть. Это очень и очень важно. Друзья, спасибо, что смотрите меня. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, смело ставьте палец вниз. Но обязательно отпишитесь в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И еще очень важный момент. Если хотите не пропускать мои ролики, обязательно нажмите на колокольчик. Потому что по новым правилам YouTube, если вы этого не сделаете, вы можете пропустить следующий ролик. А я думаю, никто из вас, кто хочет грамотно тренироваться, не хочет пропускать мои новые ролики. По крайней мере, я на это надеюсь. И обязательно делитесь в соцсетях моими видеороликами. Заходите на мой сайт, вступайте в мою закрытую группу. Давайте вместе двигаться по этому прекрасному жизненному пути под названием Iron Religion. Помимо тренажерного зала, еще и играю в хоккей, вратарем. Вы знаете, это очень и очень сложно. Постоянно сел, упал, встал, сел, упал, встал. Ноги закисляются очень быстро. И именно такие тренировки помогают мне находиться на пике выносливости. При этом объемы ног у меня не страдают. И опять-таки подключается периодизация. Вы знаете, что нет ничего лучше, чем периодизация. Да, друзья, не забывайте делать гиперэкстензии в конце вашего тренинга и заминку. Это очень и очень важно. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. Друзья, не пропустите другие ролики из данной серии. Где мы с вами будем прокачивать на окислительные мышечные волокна наши ноги. Друзья, не пропустите другие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok ДТ и бизнес-пельс Широчайшие и трицепсы И грудные мышцы Всем пока! Увидимся как всегда в тренажерном зале Всем сухой мышечной массы и силы без травм Субтитры создавал DimaTorzok